Сейчас коротко о главных событиях. Число банкротств нефтегазовых компаний в Соединенных Штатах достигло максимума с 2008 года. Повышение ставок ФРС принесет максимальную выгоду иностранным банкам. В России с 27 декабря начали действовать новые правила обмена валюты. А теперь подробности. Число банкротств среди нефтегазовых компаний США в четвертом квартале текущего года достигло максимума со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщается в отчете Федерального резервного банка Далласа. В октябре-декабре этого года в суд по банкротствам обратились по крайней мере 9 представителей отрасли с долгами на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В отчете отмечается, что на деятельности американских производителей нефти негативно сказались низкие цены на нефть, поскольку производственные расходы многих из них значительно превысили расходы зарубежных конкурентов. Аналитики банка не исключают, что в следующем году ситуация в отрасли может ухудшиться, так как цены на нефть и газ в ближайшие 12 месяцев могут не возобновить рост. В сообщении банка говорится, возможно, что мировые запасы не начнут сокращаться до 2017 года. Учитывая огромную неопределенность в вопросах объемов и сроков изменения поставок и спроса, ближайший год обещает быть динамичным для нефтяных рынков. Повышение ставок Федеральной резервной системы США принесет максимальную выгоду иностранным банкам, получающим проценты за хранение средств в Федеральном резерве, сообщает Wall Street Journal. В 2015 году банки, держащие средства на счетах ФРС, получили от нее в общей сложности 6,25 млрд долларов. Почти половину этой суммы ФРС выплатила американским подразделениям иностранных банков, которым принадлежит всего 15% банковских активов США. После декабрьского повышения процентной ставки на 0,25%, размер выплат в 2016 году увеличится вдвое как минимум. По оценкам рынка, шансы на рост стоимости заимствований в марте составляют 50%. Иностранные финансовые компании по состоянию на 2 декабря держали в Федрезерве средства в размере около 1,2 трлн долларов, что составляет около 47% общего объема. Столь высокая доля обусловлена повышенными требованиями Центробанка к обязательному объему средств на счете ФРС и отсутствием необходимости платить страховую премию на эти средства в пользу Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Выгода банков, зарегистрированных за рубежом, возрастает благодаря тому, что они не платят дополнительный процент с депозитов. Внимание! Завтра в 18.00 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдет индекс доверия потребителей. Свежие статистические данные способны повлиять на динамику американского доллара и увеличить шансы заработка. Не пропускайте важные события, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. В России с 27 декабря начали действовать новые правила обмена валюты. Упрощенная идентификация банками клиентов при обмене валюты на сумму от 15 до 600 тысяч рублей отменена. Теперь для совершения подобной операции россиянам необходимо будет не только сообщить фамилию, имя, отчество и номер серию паспорта, как это было ранее, но и предоставить дополнительные сведения. Дату рождения, адрес регистрации, адрес проживания, контактные данные, идентификационный номер налогоплательщика, если таковой имеется. При этом клиенту не потребуется самому заполнять анкету. Это сделают работники кредитной организации. Банк России подчеркнул, что новые правила никак не ограничивают право граждан на обмен валюты. Изменения вызваны необходимостью усиления борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Apple снова обвинила Samsung в нарушении патентов и подала новый иск, требующий взыскать с южнокорейской компанией 180 миллионов долларов. Apple заявляет, что ей был нанесен ущерб в результате продажи пяти устройств Samsung, доступных в магазинах после судебного иска 2012 года, который признал южнокорейскую компанию виновной в нарушении патентных прав производителя iPhone. Как уже сообщалось, в середине декабря Samsung подала в Верховный суд США апелляцию на вынесенное ранее решение о выплате штрафа в 548 миллионов долларов за нарушение патентов Apple. Samsung считает, что ниже стоящие суды неправильно интерпретировали закон о патентах. В заявлении компании говорится, если этот юридический прецедент останется в силе, он снизит уровень инноваций, задушит конкуренцию, проложит путь для патентных троллей в сфере дизайна и негативно повлияет на экономику и потребителей. Ранее в начале декабря Samsung пришла к соглашению с Apple, согласившись выплатить указанную сумму штрафа, оставив за собой право подавать встречные иски и требовать компенсацию от Apple. Международное рейтинговое агентство Fitch Rating оставило прогноз на 2016 год для российских энергетических компаний негативным из-за слабых фундаментальных факторов и высокого регулятивного риска. В отчете агентства российские энергетические компании адаптация к более сложному экономическому климату говорится, мы ожидаем, что незначительный рост спроса в сочетании с избытком мощности продолжит оказывать давление на цены на электроэнергию в 2016 году. Регулятивные политические риски, вероятно, сохранятся на фоне вялого роста. Конец цитаты. Рейтинги половины российских энергетических компаний, определяемых агентством, имеют негативный прогноз, что в большинстве случаев обусловлено прогнозом по суверенному рейтингу Российской Федерации.